Как всегда, я, если включать, то чуть-чуть совсем, фоном, не люблю громкой музыки, но самое интересное, а здесь как будто резко включили громкую музыку, голос, жена не спала, она была со мной, вот, она бодрствовала, но она, как потом выяснилось, я подумал, что слышал, потому что нельзя было не услышать, надо ли позмашины слышать, но самое интересное, она ничего, что не слышала, рассказывается. На другой день, когда мы общались с этой темой, я еще переспрашиваю, может, какой-то, хотя бы шум какой-то дополнительный, нет, ничего не слышали, оказывается, я один я слышал, этот громкий голос, этот громкий голос говорил, одно и тоже, ну, три раза, пока это, кстати, интересно, почему три раза, вопрос, это был вопрос, и он говорил, спрашивал меня, ты это видел? А я ничего не мог ему сказать, абсолютно, что-то порубнил такое, ну, подумал, да, Господи, и все. Второй раз он спрашивал меня, видел я это все, да, третий раз, а я ничего не могу ему сказать, ничего, абсолютно. И вот, когда третий раз он спросил меня, я был вообще не способен ему сказать, тот же самый голос, так же громко сказал следующее, дальше, вот так будет и с церковью. И все. И вот, откуда он появился, куда он ушел, уже больше 15 лет прошло, и ничего подобного, даже близко, тоже не было, и, честно говоря, особенно желаний нету, чтобы что-то такое разлучилось. Я, например, в Библии читаю, допустим, чтобы Бог говорил какие-то вещи, порой умничал, думал, вот если бы я был на те дни, я бы так не поступил бы, там, не заликайся, я понял так вот, не заликайся. Потому что, честно говоря, такой стресс пережить, ну, не знаю, способное будущее дальше. Но вот за что купил, зато продал. Меня спрашивали потом, и в моем церкви, и в гостях тоже спрашивали, когда я рассказывал об этом, вот, а какой же речь церкви, я не знаю. Вот, но мне казалось, что идет речь о прославной церкви. Вот, а там, не знаю, может, это и идет речь, и я больше, там, вселенской церкви, да. Но, в принципе, протестантам особенно, я, ну, так полагаю, не сильно актуальна эта тема. Потому что протестантским церквям актуальнее пробуждение. Стань спящей. Вот это более актуально для протестантской церкви. Потому что большинство, а все-таки, протестантских верующих будет, слава Богу, больше или меньше, но возрожденные. Знаете, ну, пусто уже, да, согласен, но пробуждение больше актуально для церкви Евангельского. Но для православия актуальней, ну, будет бесполезно. Может быть, подожжем. Как горчичные, как припарка, какой-нибудь, бесполезно. Буди, не буди. Ну, хотя тоже, это, в принципе, то же самое, как в базаре. Иду воскресить, разбудить будем. А он говорил, Иисуса, о пробуждении. Мертвецовстве. И, знаете, у нас даже большинство священников, подавляющее большинство, люди не возрождены. Поэтому говорить о пробуждении бесполезно. К нам актуальнее послание воскресней из мертвых. Но я верю, что и пробужденных спящих, пробудившихся спящих, и воскрешенных мертвых Бог хочет освятить, как единую свою церковь, не имеющую тогда пороха, чего-либо подобного. Бог видит нас с копенами и порочными через кровь Агнца своего, Сына Своего, Иисуса Христа. Он слишком много заплатил за нас. Он очень серьезно подходит к Богу. Я верю, что Его план, потрясающий план, осуществится в наши дни. Он уже осуществляется. И встань, спящий, воскресни из мертвых, и освяти тебя, Христос. Я верю, как слово такое прочее, в наше время. И больше того, Бог действительно хочет, чтобы все не спаслись. Все вообще, все. И второе. Достигли познания истины. После того, как голос прозвучал, я еще буду, я ехал больше часу. И представляете, я вам ни с чем не слышал. Но, само собой, вспоминал с местных писаний, кстати, вы тоже видите, еще одно местное писание, вы увидите, пожалуйста. Это Евангелие от Иоанна 11.25. Вот этот стих, это не было голосом, это было мыслью, это было постоянно вспоминание одного и того же, тоже часу, полутора часа, например, времени. Я вспоминал один и тот же текст из писания. Вы понимаете, значит, мысль продолжилась вот так вот, и верующий в меня, даже если умрет, ожидет. В сентябре нет вот этого, даже если, я это прекрасно понимаю. Я это сотни раз читал, но самое интересное, мне так понравилось, как мысль была такая, даже если, обидно точно, обидно точно. И самое интересное, друзья, это же имена Господа, у Него много имен. Я вот последний раз в Казани был у одного из братьев своих. Некоторые мои братья сейчас пою, да, они стали как-то очень религиозные, даже косудманы. Один из них там учились в мечети, новый там, в Казани, и у Рената в гостях, ну, вот, одного из своих братьев. И я вижу его там в холодильнике все халяль, значит, коврик, по часам молятся, ну, молодец, значит, стараешься. А потом я им всем инжиры подписал, Новые Заветы, значит, и, значит, общались. Ну, и, конечно, там, такие вопросы тоже по поводу Библии и Корана. Я говорю, знаете, вот, в Куране, я говорю, 99 имен Бога. Я говорю, они все есть в Библии, пожалуйста, можно сравнительно даже поставить. Он всемогущий, он всесильный, он судья, праведный, ну, все. То, что мы называем титулами, чем еще, характеристиками Бога, да, в Исламе называются имена Бога, вот, они тогда не ческаются там, 99, говорю, у нас в Библии тоже самое, говорю, сегодня есть. Но, говорю, есть одно, которого нету в Куране. Даже, наоборот, в Куране, говорится, отцом для смертного, не называя его. Там еще другой перевод есть, но тот же самый, в принципе, смысл, что нельзя его назвать своим отцом. А, говорю, а для меня, это, и Ринат сказал, и Рашид, и братьев сказал, что для меня, говорю, это самое дорогое, самое дорогое, что он есть мой отец. Он есть мой отец. И, знаете ли, это не наше, не про меня. Он мой отец. И, я не говорил еще, там, другие вещи, не сказал. Вот, но вам-то можно сказать, он есть мой папочка еще. Потому что Дух Святой, который поселяется в человеке, он взывает не только Отец мой, Богу, Создателя, Творцу, но еще Абба, Абба, значит, папурика, папочка, Абба, Абба, Абба. Аббу, это Отец, Абину, Отец, Абину, Малкейну, Шеба, Шаманин, это во многих еврейских молитвах, и до Иисуса Христа звучало, и сейчас звучит, Отец наш, Который на небесах, Иисус на небесах, Иисус на небесах, Иисус на небесах, Иисус на небесах. Но Абба в отношении к Создателю Бога, это врачный знание, это Новый Заветный Бог, Бог, поселяющийся в человеке. И Павел пишет разными знаниями, что вы храм Бога, и Дух Божий живет в вас. В нас Бог, не просто рядом с нами, а в нас сущий Бог, самое великое поверье, Бог позовет. И вот удостоверение этого, хлебопреломление, причастие Евхаристии. Братья и сестры, помолимся сейчас, помолимся. И поблагодарим Господа за все и за тарелство, причастие сегодняшнего. Спасибо тебе, Господь. Бог, Великий Превознесенный, Отец, Абба, Отче, Ты, Исущий на небесах, да взглядится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш, насущный, дай нам на земле, прости нам долги наши, которые упрощают должника наши. Не беди нас в искушение, избавь нас от рукава, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава, и вовеки нам. Аминь. Благослови сегодня нас, преломить хлеб в праздоте. Благослови нас сегодня, рассуждающим о теме крови. Благослови народство мира. Благослови Господь, помогать Господь милости детей своих. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо, пастор Сергей. Слыши ты благослови, благослови Господу. Можете присесть на минутку, что вы видите. Вы знаете, когда пастор Сергей говорил об этой памяти, когда его привезли, я вспомнил пророка из Икиля, когда Бог ему дал пророчество об этих костях. Ну как же пророчествовать об этих костях? Они же верят пророчество об этих костях. Вы знаете, Бог вчера, сегодня и вовеки тоже. Он вчера, сегодня и вовеки тоже. Если он мог нарастить во времена Езекииля, в гости мясо, а день не может, то сегодня он может сделать колеса, когда мы будем действительно вызывать его. И Еремея в своей знаменитой стихе, мы его всегда цитируем, писала в Еремея 33.3, да, «Воззови ко мне, и я отвечу, пока ты его зовешь». Пока ты его заберешь, не жди от него. Не жди от него. Общайся с Господом. Общайся с Тебю. Аллилуйя. Аллилуйя. Хорошее, хорошее, хорошее слово, такое простоте, которое из свидетельства, ну вот, ну, и спасибо пастор Сергей за то, что вы действительно молитесь о Единстве, и прошу вас молитесь. И я уже долгое время молюсь о том, чтобы мы здесь встретились с пасторами других церквей, имели общение, имели общую молитву, и не перетягивали друг друга к себе из собрания в собрание. И церковь от этого не увеличится. Церковь увеличится только тогда, когда грешники и покаются, и отдадут свою жизнь Господу. Вот тогда церковь растет. А мы должны жить в мире, мы должны жить в Единстве, мы должны уважать друг друга и любить друг друга. И Иисус сказал, и тогда все узнают, что вы мои мужчины, когда между вами будет любовь. Любовь между нами. У нас между нами любовь вот здесь. Но когда между нами, между церковью христиан, братьям баптистов, когда между церковью 50-50, между православной церковью, когда между нами будет любовь, когда все узнают, что вы его мужчины, что вы его мужчины. Аминь. 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 А слава Господу. А слава Господу. И прежде чем мы будем принимать участие, я хотел бы спросить, есть ли в зале люди, которые никогда не приглашали Христа в свою жизнь, никогда не молились своим непокаянием, и никогда не отбывали Ему свою жизнь. Знаете, Иисус один раз сказал, ныне день спасения. Не вчера, не после вчера, не завтра, не послезавтра, не тогда, когда я стану старым, я всегда говорил и говорю людям, которые говорят, состарюсь, потом придут к Богу. Я всегда попадем на кладбище. Сколько там людей, которые тоже думали, что они состарятся. Иисус сказал, ныне, день спасения, то есть сейчас и сегодня. Иисус сказал, что мы здесь, в зале, которые никогда не молились, мы не молились. Я же здесь для того, чтобы помочь вам, мы будем молиться вместе. Я буду повторять каждую фразу, вы будете повторять за мной, и на этом будет ваша мать. Все с Господом, все спасенные. Слава Господу! Давайте раздадим Богу славу! Браво, Господи! Слава Господу! Аллилуйя! И давайте мы вместе с вами исповедуем то, во что мы верим. И давайте мы вместе с вами ставим апостольский символ веры. Есть у нас не крайне? Нет. Так нет. Есть? Отлично. Верка в единого Бога Отца, всемогущего Творца, неба и земли, так же, как Иисуса Христа, его Деднародного Сына и нашего Господа, который был зачат Духом Святым, рожден Девой Марии, который страдал во времена Понтия и Пилата, был распят, умер и был подребен. Пошел в Царство Святой на третий день воскреснуть мертвых, вознесся на небо, воссел одесуя всемогущего Бога Отца, откуда вернется в студии живых и мертвых, вера даже в Святую Соборную Церковь, собрание святых, прощения грехов, воскресения мертвых и вечную жизнь. Аминь. Аминь. И аминь. Давайте обратим свои сердца к Богу. Да, это действительно верно и правильно, и благословено, чтобы мы всегда и повсюду благодарили и прославляли Тебя, всемогущего Отца, Святого Бога, через Иисуса Христа, нашего Господа. Он твой единственный Сын, который ради нас воплотился в человека, чтобы мы, верой в Него, могли стать твоими детьми. Поэтому вместе со всеми верными, всех времен и поколений, со всем многочисленным воинством Небесного будем славить Твое святое имя и лягуя воскресать. Крой Христа омыла меня Крой Христа освободила меня Крой Христа омыла меня от всякого греха Приготовь свое сердце, чтобы принять Господа Иисуса Христа через то, что мы едим хлеб и пьем вино. В Евангелии Атеана в 6 главе в 55 стихе написано «Плоть моя истинная есть пища и кровь моя истинная и есть питье». Давайте посмотрим на свою жизнь. В первом послании Коринфянам в 5 главе 7-8 стихе апостол Павел пишет такие слова «Итак очистим старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как мы без кваска, ибо Пасха наша Христос заплатил за нас». Посему станем праздновать не со старую закваску, не с закваску и бароку и лукаску, но с обрезками чистофы и истины. И давайте мы вместе исповедуемся перед нашим Господом. Я признаюсь тебе, святой и правильный Бог, что я часто согрешаю в мыслях, словах и делах. Я не всегда любил тебя больше всего другого, не любил ближнего, как самого себя. Сейчас я могу и помочь, чтобы осознать мои грехи и обратиться к ним. Посмотри на меня в милости твои, прости мои грехи, во имя Иисуса Христа, Господа моего. Первое послание Атеана, в первой голове, девятом стихе написано, «Если исповедует грехи наши, то он лучше верен и правит, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Во имя Иисуса Христа я провозглашаю отпущение грехов. Аминь. 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 Славен Ты, Господь, небо и земли, Который проявил милость над нами людьми и отдал Сына Твоего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел весь жизнь вечную. Мы благодарим Тебя за спасение, дарованное нам в Иисусе Христе. Сойди, Дух Святой, на эти дары и освети, чтобы они для нас стали драгоценным кровью и плотью Иисуса Христа. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Первое послание к Коринфянам в 11 главе 23-25 стихе апостол Павел пишет, «Ибо я от самого Господа принял то, что Иоанн передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас сломимое, сие творите в мое воспоминание». Аминь. Так же и чашу после вечери и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Давайте вместе произнесем такие слова. Когда мы принимаем этот вечер в виду, мы провозглашаем Твою смерть, и мы исполедуем Твое воскресенье и Твое пришествие в Ассаре. Святые очи, мы празднуем эту вечерию в память о страдании и смерти Твоего Сына, а также Его воскресенье и вознесении на Немесах. Мы молимся с милостью призри на эту совершенную вечную жертву, через которую Иисус Христос приведет человечество с Тобой. Пусть все, принимающие этот хлеб и винов, объединятся во вну тело и преобразятся в живую жертву во Христа. В Нем, через Нем и с Ним принадлежат Тебе, Бог Отец Всемогущий, Духи Святого, вся слава и честь ныне и вовеки. Аминь. И давайте мы вместе помолимся молитвой, которой Господь учил своих учеников молитвой Отче Наш. Отче Наш, сущий Небеса, да спятится имя Твое, да приеми Идет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день и прости нам долги наши, так и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в свое искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава по веке. Аминь. Мир Господень да пребудет на вас. Пожелайте друг другу мира от Господа. Мир от Господа. Мир от Господа. Мир от Господу. Мир от Господа. Мир от Господа. Закон Твою слава и плава, Закон Твою слава и плава. О, Христа, помыла меня, О, Христа, освободила меня. 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 Мама, смотри что я тебе работаю. Мы благодарим Тебя, дорогой Небесный Отец, за благодать Которую Ты доводишь нам, через Твое святое причастие Дай в новом свете Помоги нам жить, достойно Твоему призванию Так, чтобы мы могли встретить Тебя в Царстве Твоем Аминь Примите Бога и благословите Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя Да определит на Тебя Господь светлым лицом Своим И помилует Тебя Да обратит Господь лицо Своим на Тебя И даст Тебе во имя Отца и Сына и Святого Буха Аминь Аминь Давайте возгладим Господу Слава Господу Слава Господу Слава Господу Высаживайтесь, дорогие мои, на некоторое время И хотел бы вас попросить Не расходитесь, пожалуйста А я очень всех прошу Пожалуйста Не расходитесь сейчас, на некоторое время Нам нужна общая фотография Церкви Чтобы отправить ее в Москву И когда нас там будут представлять следующее воскресенье Нас не все же увидят Но будут показывать это на экране Чтобы представить нас Пожалуйста Давайте мы сделаем общую фону Церкви Хорошо? Это не займет много времени Пожалуйста Просто смеемся здесь И брат Денис Он у нас профессионал Аминь Слава Господу Еще раз хочу напомнить Что в воскресенье В 11 часов В 7.30 Мы собираемся здесь На площади Ленина На площади Ленина Возле торгового центра Куда придет автобус? Мы сядем этот автобус Европу 8.00 Ну максимум задержки 5 минут 8.05 Автобус отъедет в город Москва На общее послужение Прошу вас Лидеры Вдохновляйте людей Вдохновляйте Давайте мы в единстве Мы в единстве Аминь Мы в единстве Аминь Слава Господу Аллахуэ У нас есть телефон доверия И если есть какие-то нужды Можете позвонить на него Попросить И сказать Молитвенному нужду Церкви будет молиться за вас Продолжается служение Заботы о ближнем И в церкви нашей Никто не должен Влечать с вами голодным И когда мы идем в магазин Давайте что-нибудь покупать Такое нескоропортищее А может быть Макароны Может быть там Гречку Пачку Приносим сюда Для того Чтобы мы собираем Водяйте Слава Водяйте Которые останутся В какой-то жизненной Трудной ситуации Какой-то тоже Быват И церковь призвала Помогать Такую будусть В среди недели Проходят домашние группы Пожалуйста Кто не посещает Домашнюю группу Обратится Ридер Ридер у нас здесь Валерий Владимирович Юрвана Если тебе далеко Туда ехать Я всегда говорю Счастно Ваши Ридер И будет классно Если у кого-то есть Молитвенная нужда Можете подойти И мы помолимся За вас Пусть Бог Благодарит вас С этой недели С миром Божьим В дом Матлея У нас еще есть Угощение Так что Не размехаемся И давайте Сотографируемся Пожалуйста Мне пастор Патру Очень просил Сотографию Жалко Что Может Стулья подвинем Вот так Сюда 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 Сюда